Добрый день, дорогие друзья! Хотела бы сказать о том, что только что прошло у нас мероприятие Всероссийский форум «Здоровые дети, здоровое будущее», который вызвал большой интерес наших педагогов, воспитателей, методистов, старших воспитателей, руководителей образовательных организаций. Я должна всех поблагодарить за активное подключение. А сейчас мы с вами начинаем круглый стол структурные элементы бизнес-модели дошкольной образовательной организации. И я хотела бы особо поприветствовать руководителей дошкольных образовательных организаций. В первую очередь это для заведующих нашими детскими садами, для методистов, для старших воспитателей. Потому что именно они озабочены проблемами планирования работы, проблемами мотивации педагогических работников. Всякие раз и каждый день предоставляется им возможность управлять ресурсами и не только ресурсами, скажем, финансовой сферой, материально-техническими ресурсами, но и кадровыми ресурсами. Ну и, конечно, вопросы контроля, контроля, оценки качества той деятельности педагогических коллективов, которые, собственно, каждое утро приходят в детский сад. Вот, собственно, те вопросы, тот круг, достаточно широкий круг управленческих решений, которые мы сегодня хотим с вами обсудить. И я предоставляю слово Цветковой Татьяне Владиславне, генеральному директору и главному редактору издательства «Творческий центр сфера». Татьяна Владиславна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Очень рада приветствовать всех на Московском международном салоне образования. Надеюсь, что меня слышно и меня видно. И я представляю сегодня тему структурные элементы бизнес-модели образовательной организации. Да, прекрасно. Вот вижу презентацию. Что такое структурные элементы бизнес-модели образовательной организации? Если просто, то это как управлять образовательной организацией, в принципе, любой другой организацией, эффективно и с помощью современных методов управления, современных инструментов управления. Сразу скажу, откуда вдруг взялась эта тема. Я сама очень много и долго учусь. И когда в 2011 году в издательстве случилась беда, сгорели склады, то я пошла учиться, чтобы просто выжить. И потом бесконечно, постоянно, я все время учусь. И самое главное, учу свой коллектив и всех своих руководителей и сотрудников. И вот это все, что сегодня я вам скажу, вот ту малость, которую я вам дам, все внедрено. Все опробовано, все это сделано в моем коллективе, в моем издательстве. И если бы этого не было, ну, например, начался карантин, я за одну неделю коллектив 100 человек смогла перевести на удаленную работу. Сколько уже мы раз на финансовом планировании, когда встречаемся со своим исполнительным советом, они все время говорят, Татьяна Ивановна, какое счастье, что у нас все это есть, что у нас есть резервы, что у нас есть возможность выжить в условиях карантина и в условиях кризиса. Поэтому все эти инструменты, конечно же, конечно же, все опробованы. Ну что ж, так с какими же болями встречается у нас каждый руководитель? Нет системы, все завязано на директора. Директор отвечает буквально за все. Директор, управленец, нет стратегии, нет планов, нет задач для руководителей подразделений. Директор, вот, все замыкается на директоре, директор решатель всех проблем. Все зависит от каких-то звезд в коллективе, так часто, к сожалению, бывает. И когда уходит звезда, все рушится. И управленческий, и финансовый хаос, и все это никак нельзя масштабировать. Но как можно масштабировать хаос? Масштабировать можно только систему. Поэтому вот они, мечты руководителя образовательного учреждения. Первая мечта, прям вот то, что должно быть. Система работает по утвержденным планам и правилам. Вторая мечта. Определены ключевые функции в организации. Третья мечта. Осуществляется планирование и контроль сотрудников. Четвертая. Определена система мотивации от результата. И систему можно масштабировать. Коллеги, конечно же, я не расскажу вам обо всем, что сейчас все эти мечты. Но на каждый из этих пунктов у нас есть ответ, у меня есть ответ. И ответ, проверенный на практике. Как вот все эти мечты реализовать в организации? Ну что же, а сейчас мы поговорим очень кратко. Ну да, вот на самом деле, то, о чем я говорю, у нас это вылилось в такой продукт, как интенсив для руководителей. И мы проводили его два года назад, четырехдневный интенсив, очный. Мы разрабатывали очень много разных материалов на этом интенсиве. Рассказывали, как выстроить систему организации, как определить все ключевые элементы, соединить их структуру и наполнить смыслами. Но сейчас мы затронем с вами две темы. Первая тема – это ключевые функции руководителя, то, на что он должен обращать внимание. Это у нас четыре функции. Первая функция – это планирование. Вторая функция – мотивация. Третья функция – это ресурсы. И четвертая функция – это контроль. Вот она система руководства. И когда у нас включены все четыре функции, то получается у нас что? Результат. У нас получается результат в управлении организацией. Когда же у нас отключены функции, а, как правило, это мотивация и ресурсы, у нас получается коза рогатая. И, к сожалению, эту козу рогатую руководитель вынужден включать, потому что у него есть планы, и он их контролирует. А как он не добавил в ресурсы, не поработал с ресурсами, и не проработал систему мотивации? И в результате получается, что очень часто в наших организациях абсолютно авторитарный стиль управления, который в нашем 21 веке и в наших реалиях, в принципе, уже устарел. Он плохо работает. Да, он работает. Он может работать, как интуитивное управление, в котором многие руководители живут, как и управление с помощью авторитета руководителя. Это работает, но это выживательная стратегия. Она, к сожалению, не приносит вот этого духа коллектива, вот этого удовольствия, радости от работы. Она не приносит. Ну что же, сейчас мы поговорим вот про эти вещи, про планирование, мотивация, ресурсы и контроль. Посмотрите, какие есть у нас горизонты планирования и контроля. Мы тоже этому учим, даем разные варианты планирования на год, на квартал, на месяц, на неделю, на каждый день. Каждый план чем-то отличается. Сейчас очень кратко, прям бегло обращу ваше внимание на несколько из этих планов. Итак, два закона системного планирования и контроля. Первый закон – это ясная картина. То есть все планы и все, за что отвечают сотрудники организации, должны быть видны, визуализированы, ну где угодно. Хотите в блокноте, сейчас я покажу, как у нас визуализировано это в компании. И обязательно ритм. Визуализация и ритм. Вот это два главных принципа построения, планирования и контроля в компании, в организации. Вот посмотрите, как делается у нас визуализация. На самом деле программ технических возможностей визуализации много. Мы пользуемся, я привожу, как пример, Трелла, программой Трелла. Ну и, конечно же, нашими любимыми Экселами. Годовое планирование у нас делается в Экселе. Стратегические планы у нас прописаны в специальной программе. Мы ее покупаем, лицензионную программу. Не буду называть, чтобы рекламы не делать. Но Трелла – бесплатный ресурс, можно им пользоваться. Обратите внимание, как сделано… Вот на колонке, не просто так эти колонки сделаны. Первая колонка – это единый список задач. Вот он, то есть план выгружается на месяц, на год. Мы выгружаем на месяц, месячный план. Затем из этого плана берется рывок на неделю. И мы четко видим, каждый сотрудник, с какими задачами на неделю он работает. Затем из рывка на неделю все переводится. Вот здесь карточка переносится сегодня в работу. Задача заносится один раз и навсегда. И она никуда не исчезает. И когда задача решена, сотрудник переносит это в колонку «Готово». «Готово». Это делается еженедельно. Это еженедельное планирование. Но у нас есть в компании ритуал. И я знаю, что этот ритуал есть и в других компаниях, и в образовательных организациях. Сейчас все, где мы поработали, тоже внедрено. И сегодня вот со мной должна быть Елена Валерьевна на связи. Она тоже сказала, что у них это в компании внедрено. Это утренние ритуалы. Кто-то советует это делать вечером, кто-то утром. Мы проводим утром, нам так удобнее. Можно вечерний ритуал делать. Ежедневное планирование. Это ритм каждое утро у каждого отдела. У меня много отделов, 21. Каждый отдел выходит своей группой на брифинг, утренний брифинг, голосовой. Он удаленный. И отсчитывается вот по такой форме, что сделано за прошлый день, что планируется на этот день. И обязательно есть у нас строка «Что мешает». Потому что если вдруг задача не выполнена, а сотрудник написал, что ему ничего не мешает, а потом он говорит, а у меня вот там сломался компьютер, а у меня гарнитура не работает, то мы пишем, ну ты же отвечаешь за свои слова. У тебя ничего не мешало. Значит, ты должен, обязан был выполнить эту задачу. Итак, ритм и визуализация. Ежедневные брифинги, еженедельное планирование. В таком режиме живет каждый сотрудник компании, каждый отдел компании таким образом работает. Это я вам сейчас показала блок по планированию. Переходим к следующему блоку, очень важному, и как раз это то, что касается именно элементов бизнес-модели. Четыре крупных элемента – продвижение, продажа, продукт, обеспечение. Очень порядка, быстро по ним пробежимся. Значит, руководитель должен все эти структурные элементы держать в голове, естественно, потому что без этого, в принципе, невозможно продвижение своей компании, развитие, масштабирование своей компании. Ну вот я вам бизнес-продвижение показываю сейчас, бизнес-процесс продвижения показываю сейчас. На самом деле, когда я готовилась к этому выступлению, я из десяти файлов собрала вот такой один файл, потому что понимаю, что у меня мало времени, понимаю, что очень быстро надо рассказать о очень важных вещах. Вот мне говорят, ну мы же вот бюджетная организация, зачем нам какое-то продвижение? Если вы работаете с целевой аудиторией, если у вас есть хотя бы один клиент, оно вам нужно, потому что имидж организации – это продвижение, пиар организации – это продвижение, как вы выглядите перед властями – это продвижение, то есть это все продвижение. И этим руководитель должен и заниматься, и владеть этой информацией, понимать, как правильно выстроить вот это продвижение. У нас много… Почему я здесь выставила маркетинг-пиар продвижение-реклама? Это разные вещи, это абсолютно разные вещи. Сейчас я не буду раскрывать эти понятия, погуглите, но для нас это разные вещи. Что такое на самом деле вот это продвижение? Это реклама своих услуг, и это маркетинг одновременно. Маркетинг – это упаковка вашего продукта, образовательных услуг и подача его для вашей целевой аудитории. А кто это? Дети, родители, ну и сотрудники ваши, педагоги, воспитатели. Представляете, как здорово работать в школе или в образовательной организации, которой гордишься, которой как на праздник идешь. Вот цель, как на праздник, чтобы радостью все наполнялось. Вот эта цель руководителей, для этого он выстраивает вот эти структурные элементы, бизнес-модели, всем все было понятно, как, что и делать, и чего ждет от меня организация, и чего я жду от организации. Для этого и нужен руководитель. Ну, а про продвижение скажу очень просто. Вот это два таких больших блоков продвижения – это упаковка и трафик. Упаковка – это, конечно же, как мы, по каким каналам продвигаем, и контент, что мы в эти каналы наполняем. То есть это вот такое содержание, которое идет по каким-то трубам. Представьте себе, выбрали трубу, например, ваш сайт или ваш чат родительский, и в эту трубу вы наполняете или еще что-то. Не знаю, у всех разные очень эти трубы, каналы своего продвижения, и контент – то, чем вы наполняете. Ну, а трафик вы привлекаете своих клиентов через оффлайн, ваши встречи, ваши открытые встречи с родителями, и день открытых дверей и так далее. И в онлайн-пространстве вы тоже продвигаете. Дальше пошли. Следующий бизнес-процесс – это продажи. Ну, казалось бы, тоже мне говорят, ну какие продажи? Как вообще, зачем говорить о продажах, если у нас нет никаких продаж? Особенно у кого нет доп.услуг. Ну, во-первых, я точно знаю, что и сейчас слушатели наши, и к нам на интенсив приезжали организации коммерческие, то есть частные школы, частные сады. И для них это очень важно, вот это простраивание воронки продаж. Но и понимание воронки продаж от этапа к этапу важно, мне кажется, в любой абсолютно организации. Как мы разговариваем, как мы учитываем своих родителей, как мы учитываем своих учеников, как они у нас идут, как мы разговариваем, начиная с раздевалки, с вешалки, наши сотрудники, и заканчивая директором школы, потому что один и тот же речевой модуль, вернее, разные речевые модули могут привести к разным результатам. Конечно же, это работа с персоналом, обучение, как нужно общаться со своей целевой аудиторией и системой мотивации. Вот блок-продаж, блок-продаж, истрая, это не бизнес-процессы продажи, включает вот эти вот пять элементов, и всем надо уделить внимание. Вот я, у меня коммерческая организация, конечно же, я постоянно улучшаю эти процессы, и поверьте мне, есть что поулучшать, есть что выстроить, есть что сделать, хотя коллектив стабилен, даже в условиях карантина коллектив стабилен, мы работаем, мы работаем на удаленке, компания не закрывается ни на один день. И все это очень важно. Представляете, на удаленке, как важна для нас CRM-система, потому что, а как я еще проверю, что у нас будет? Следующий элемент бизнес-модели, четвертый, и я понимаю, что мне нужно постепенно завершаться, это бизнес-процесс обеспечения. Посмотрите, как много руководитель должен прописать, именно прописать, написать на руке обязанности и инструкции для секретаря, для бухгалтера, для юриста, для запхоза, для охраны. Все должно быть регламентировано. Все бизнес-процессы должны быть регламентированы. Все должно быть описано, описано, как это должно быть. Если вдруг этот элемент ушел от нас, например, охранник, другой приходит, у него есть инструкция, он понимает, что ему нужно делать. Дальше. Посмотрите, и последний элемент бизнес-модели, очень важный элемент, в основном им и занимаются у нас руководители образовательных организаций, это сам продукт, это обеспечение, обеспечение, это сам продукт, здесь ошибка, к сожалению, на слайде, сейчас увидел. бизнес-процесс-продукт, именно продукт. Вот еще раз я вас верну назад на слайд, вот он, бизнес-процесс-продукт, мы о нем не поговорили еще. Значит, бизнес-процесс-продукт, и здесь, конечно же, вот руководители здесь в основном концентрируются, они разрабатывают основную образовательную программу, дополнительные услуги, репетиторство, консультации, и так далее. И здесь тоже должно быть все прописано, все должно быть регламентировано. Итак, я даю табличку, как выглядит просто, очень просто любой план и любой бизнес-процесс. Вот номер процесса, шаг, мы иногда пишем шаг, и внутри шага расписываем, какие там задачи стоят, и что там должно делаться. Что делает эта задача или шаг бизнес-процесса, когда делает. У нас некоторые бизнес-процессы разложены прям, вот у нас сейчас, мы уже четвертую встречу будем проводить детского сада онлайн, это новый наш продукт, мы решили его сделать в процессе вот этого карантина, и у нас полностью все расписано, что, в какие минуты, когда, что и кто делает. Это все расписано. Критерии оценки, когда задача выполнена, то мы здесь пишем не просто, что выполнено, мы ставим ссылку, или пишем сумму, то есть пишем конкретные цифры, пишем, что сделано, и обязательно это проверяется. У меня есть отдел контроль качества, который проверяет, а сделана или не сделана эта задача. Ну, и бюджет, если нужен. Вот так вот выглядит простой, простой бизнес-процесс вот в такой табличке. Ну, что ж, коллеги, я понимаю, что я вот прям практически уложилась в свои 20 минут. У нас еще есть ответы, у нас еще есть второй спикер, Елена Валерьевна. Поэтому благодарю вас за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Данный, Татьяна Владимировна, сейчас немножечко договорю, данный курс частично, очень частично упакован у нас на нашей платформе онлайн-обучения в курсе «Эффективный руководитель дошкольной организации». Поэтому заходите к нам на сферу ТЦСФЕРа. Но, конечно, не все, что я даю на своем интенсиве, упаковано в этот курс. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна. Татьяна Вячеславовна, и следующий наш спикер, Гермогенова Елена Валерьевна, заместитель директора, руководитель дошкольного отделения, педагог-психолог, Академической гимназии номер 56, город Санкт-Петербург. Пожалуйста, Елена Валерьевна. Огромное спасибо, дорогие коллеги. Я хочу... Есть звук? Есть звук? Да. Хотела Татьяне Владиславовне задать вопрос, так как у нас время ограничено, и Татьяна Владиславовна вроде бы как ответила на вопрос. Уникальный курс, действительно курс, который нужно внедрять и в массы. Я еще была удивлена, что два года назад этот курс появился, и Татьяна Владиславовна сказала, что есть онлайн-курс, и стоит на него обратить внимание. Понятно, что многие руководители могут сказать о том, что зачем воронка продаж, мы это изучать будем, к чему это нам все. А на самом деле, обратите внимание, что умение себя преподнести, умение себя, да, возможно, слово и продать, оно очень важно. То, как мы показываем свою образовательную организацию, зависит еще и то, сколько воспитанников к нам придет, сколько семей будет рядом с нами. Мы говорим сейчас, и Татьяна Владиславовна сказала, о гибких навыках руководителей. Да, нам стоит всем их развивать. Мы говорим о гибких навыках, о soft skills, развитии наших детей. Но как мы можем развивать гибкие навыки наших воспитанников, если сами еще не овладели ими? К гибким навыкам относятся и системное мышление, и умение управлять проектами. А как управлять проектами? Мы можем учиться и у коллег, и тренироваться на различных курсах, да, чтобы мы приходили на курсы не ради галочки, не ради получения документа, а ради практики. Точно так же, как гибкие навыки учат нас работать в режиме определенного темпа-ритма. И о темпо-ритме как раз Татьяна Владиславовна сказала, это не просто ценно, это бесценно. А как мы можем научиться? Да, мы должны проходить возможные какие-то тренинги и заимствовать опыт друг друга в том же четком, конкретном тайм-менеджменте. Я уверена, что у каждого руководителя есть какие-то свои секреты. И мы все стремимся этими секретами делиться. У меня тоже есть свои секреты, которые я с удовольствием раскрываю. Вы знаете, как говорит мой директор, бывший сейчас директор, Майя Борисовна Пильдес, наш секрет в том, что у нас нет секретов. Руководитель должен быть открытым. Руководитель должен ориентироваться на цели своих сотрудников в том числе. Татьяна Владиславовна сейчас сказала о том, как ставить цели, о том, как планировать деятельность. Действительно, появилось очень много интересных методов планирования. И стоит на них обратить внимание. Есть и платные, и бесплатные ресурсы. То, каким образом вести темпоритм, как общаться со своими сотрудниками, с родителями и с воспитанниками. И действительно, в нынешнее время, в формате дистанционного взаимодействия, все эти системы работают. Иногда даже не воспитатели, а руководители говорят, что когда мы вот это вообще все успеем, я все делаю сам. Стоит обратить внимание на то, что руководитель – это не человек-оркестр. Руководитель – это дирижер, который умеет правильно делегировать полномочия. И об этом эти курсы «Эффективный руководитель». То, что есть такая поговорка, чем больше делаешь, тем больше успеваешь. И, дорогие коллеги, я вам желаю и много делать, и много успевать. И это залог нашего успеха, нашей совместной работы. И сейчас время действительно нашей совместной работы. Мы можем друг у друга делиться и насыщать наши совместные проекты теми знаниями, теми навыками, в первую очередь, добром, любовью и заботой, тем, что мы с вами имеем. Ведь главный ресурс находится в наших душах. Я вас благодарю за внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, Елена Валерьевна, Татьяна Владиславовна. Я думаю, те вопросы, которые мы сегодня с вами решили к ним приблизиться, еще даже не просто решить, а хотя бы приблизиться, они найдут отражение в вопросах в чате. Уважаемые коллеги, у нас есть чат. Пожалуйста, пишите вопросы. Мы их все почитаем, обсудим, вывесим все ответы на ваши вопросы на сайте ММСО. Уважаемые коллеги, я должна поблагодарить наших спикеров, которые нас погрузили в столь непростую проблему, проблему, связанную с руководством дошкольной образовательной организации. Это серьезная проблема. И я думаю, что дальнейшие наши мероприятия, которые будут идти и осенью, и зимой, и весной следующего года, мы будем непременно эту проблему затрагивать и обсуждать. Уважаемые коллеги, мы с вами сейчас уйдем на перерыв, но прежде чем уйти на перерыв, я должна вам сказать о том, что в нашем эфире в YouTube вы можете тоже задавать вопросы, оставлять какие-то комментарии, мы будем тоже это все внимательнейшим образом вычитывать, отрабатывать и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, уходим на перерыв. Спасибо большое. Перерыв сейчас, секундочку, 5 минут, через даже 8 минут, через 8 минут, в 11 часов, 15 минут, мы с вами начнем говорить об исключительно интересном мероприятии, об исключительно интересной теме, которая всех вас всегда волнует, собственно, оценка качества дошкольного образования. Ждем вас в 11.15. Не отключайтесь, будьте с нами. Всего доброго. Перерыв. Да, перерыв, червина, выберем, выберем.